МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Жив или не совсем? Когда покажут балет? Кого заберут в волкобар? Ослабление силовика. Сына Патрушева послали к петухам". МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Там-там-там-там-та-дам-да-дам-да-дам! Вы смотрите вечерний шпиль и начинаем с главного. Путин все, утверждает небезызвестный телеграм-канал и не менее популярный профессор. Причем за неделю Путина хоронили дважды. Сначала названные источники сообщили об остановке сердца Владимира Владимировича. Войско взбунтовалось. Говорят, царь! Я настоящий! Войско пока не взбунтовалось, но Песков вдруг решил выступить с опровержением. Это очередной соловей. Простите, нет, это очередная утка, заявил главный кремлевский пургоносец. И, кстати, никаких двойников у Путина нет. А через три дня те же источники накрыли пришедших было в себя читателей категоричным сообщением об окончательной смерти оригинального ВВ и усилению охраны его двойника. Никакого уважения к усопшему. Труп Путина поместили в морозильную камеру, в которой ранее хранились продукты глубокой заморозки. Короче, лежу в морозилке между пельменями и брокколи. Холодно. Продолжаю наблюдение. Острожилы, правда, помнят, что профессор и генерал хоронят Путина уже не первый год. В 22-м году его точно не будут в политике. Ни в российской, ни в международной. И скептики уверены, что это не конец сериала. Прогноз на ноябрь. Магнитные бури 1, 12, 13, 27, 29. Смерть Путина 7, 21, 28 и 30. Вы раздержитесь в эти дни от посадки растений и пересадки саженца. Постарайтесь пить меньше жидкости. Но как же в такие дни пить меньше жидкости? Думаю, у каждого давно припасено на такой случай шампанское. Ведь даже самому прожженному пессимисту хочется верить в такие новости. Утро красит новым фейком стены древнего Кремля. Так без повода налейка. Все равно ведь ждем не зря. И еще немного поэзии. Пожухлый лист на тротуаре сохнет. Угрюмо люди прячутся в пальто на крик. Когда же эта сволочь сдохнет? Уже никто не спрашивает, кто. Не только у профессора Соловья есть свои источники в верхах. По данным вечернего шпиля, среди тех, кто ждал на неделе «Лебединого озера» по всем федеральным каналам, есть очень высокопоставленные особы. Анатолий Чайковский. Эх, прошай, дорогой друг. Коля, ты не знаешь, с какой стороны ленточку рисуют? Справа или слева? А, да какая разница. Алло, да. Добрый вечер. Ох, ёпт. Что такое, Александр Григорьевич? Вы как привидение увидели. Ну, почти, Владимир Владимирович. Ну, до Холовина еще вроде как далеко, а я смотрю, у вас уже с тыквой какие-то проблемы. Так писали, что у вас сердце остановилось. В телеграмме. А, кто вам прислал такую телеграмму? Ну, так Соловей. Какой Соловей, Григорьевич? Ну, тот, который все время поет, сколько вам жить осталось. Я вообще-то кукушку спрашиваю. И, кстати, вам тоже советую. Что? Кукуху проверить. Вот чем-то кажется, Владимир Владимирович, что вы не двойник. А вы спросите меня что-нибудь такое, что знаем только мы с вами вдвоем. А помните, как на аквадискотеке в Сочи? Это, наверное, не стоит вспоминать. Почему, Шалунишка? Дело в том, что нас могут подслушивать. А, понял. Тогда сделаем это в стиле программы «Кто хочет стать миллионером». Миллионером? Из миллиарда раскатиться в миллионеры? Я бы не хотел. Как говорится, не дай бог. Ну, согласен. Из миллиардеров миллионеры как-то не очень. Но программа так называется. Ладно, Александр Григорьевич, давай быстрее. Не тереби, долгунец. Хорошо. Итак, вопрос. Со скольки позиций на Беларусь готовилось нападение? Варанты ответов. Четыре. Сорок четыре. Четыреста сорок четыре. Четыреста сорок четыре. У вас там что, цифру четыре на клавиатуре заело? Да, да. Умка вон на ноутбук сходил, теперь клавиша западает. Ну, так поменяйте. Так поменял уже. Или вы думаете, что я не могу найти второго такого похожего кобеля? В то время, когда каждая сука имеет двойника. Что? Ничего, это я так, сам собой. Опять куку клинит? Мой ответ четыре. Ваш ответ принят. И это правильный ответ. Ну, потому что его знает каждая собака. И все-таки, чем докажется, что вы настоящий? А можно другу позвонить? Формат это позволяет. Алло. Песков. Да. Дим, как доказать Лукашенко, что у меня не было остановки сердца? Александр Григорьевич, этого не может быть. Ведь весь мир знает, что у Путина нет сердца. Точно. Да. Дональд Трамп назначил Орбана президентом Турции и нашел у страны границу с Россией. У Трампа не лады с географией, а вот Маск, похоже, не дружит с историей. Самый богатый человек на земле призвал в преддверии новой мировой войны срочно помириться с Путиным. Ну, в 30-е годы нужно было вот такого Илона Маска, чтобы отдать Гитлеру ну все, что он хотел, чтобы войны не было. Я! 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 Для генсека ООН в нападении Хамас на Израиль, так сказать, не все так однозначно. В организацию озабоченных наций вообще давно пускают лишь бы кого. Ну, вот в 70-е ее генсеком почти декаду проработал австриец Курт Вальдхайм. Еще в 30-е он добровольно вступил в штурмовые отряды, прошел всю войну до мая 45-го и попал под подозрение о причастности к военным преступлениям нацистов. Но все это выяснилось спустя годы. В своей биографии он заявил, что был комиссован в 41-м. Интересно, как теперь принимают на работу в ООН. Мартин Крам. Как узнали о вакансии? Ну, вообще-то я приехал сюда развеяться, на шпиле посмотреть. А тут шеф пишет. Шеф? Вы где-то работаете? Не, это я так друга называю. Точно нигде не работаете? Так точно. А как давно не работаете? О, тяжеловато вспомнить. Ничего не делать, важный навык. Так вот, шеф Петров пишет. Надеть форму. В смысле, вот, 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 сейчас, сейчас, где-то не то. Вот. Заполнить форму. О. Ага. Вижу, вы в нашем деле опыт таны имеете. Ага, новичок. Это ничего. Нам важнее узнать, как часто вы испытываете чувство озабоченности. Хм, да все время, вот, залезу на сайт и сразу становлюсь озабоченным. Когда международные новости читаете, голую правду. Отлично. Не подхожу. Вы постоянно озабочены. Ничего не делаете. Поздравляю, вы приняты. Ммм. Добро пожаловать в ООН. А через это устройство будете отслеживать мировую ситуацию. Все выше и выше и выше. Потери российской армии вот-вот перевалят 300 тысяч. А Путин, похоже, готов послать в мясорубку хоть миллион. Пока лидеры ряда российских регионов на перегонки награждают сына Кадырова за заслуги перед исламом, выразившиеся в избиении безоружного заключенного, военкомы гребут мусульман прямо после намаза. Сам Путин чуть не назначил главным муфтием России Равина. Уважаемые муфти, пожалуйста. Уважаемые Равины, пожалуйста. Тяжело старому чекисту различать гостей, когда они без погон. Оцените верх цинизма. Сразу после встречи Путина с главой иудеев России, подчиненные хозяина Кремля приняли в Москве представителей Хамаса и одновременно представителей Ирана. Совпадение? Зато сразу после Равина с муфтием в Кремль вызвали Григория Явлинского, с которым Путин обсудил, нет-нет, официально не приближающиеся президентские выборы, а необходимость переговоров о скорейшем прекращении огня в зоне СВО. Похоже, спецоперация все-таки идет не совсем по плану. В Единой России тоже палят малину, косвенно признавая, что на фронтах не хватает пушечного мяса. Глава Курганской облдумы призвал слать на убой клиентов медвотрезвителей. Ну, граждане алкоголики, хулиганы-тунеядцы, кто хочет умереть за Путина? В Думе возразили. Оно и понятно. Эдак под удар могут попасть не только рядовые выпивохи, но и самые известные единороссы. А их в партии хватает. Вот Маш Захаров. Еще одна сильно выпивающая шмара. Которая у нас, тем не менее, спикер нашего МИДа. Но не является ли инициатор идеи высылки алкозависимых на фронт агентам СБУ? Ведь пьяные мобики стреляют совсем не туда. Пошел же воевать. Только хотели младшего сержанта дать. Они понапевались там. С крупнокалиберного пулемета. Открыли огонь. Только они не в сторону укропов, а в сторону своих. Но кому война, а кому мать родна, журналисты узнали, что малоизвестно, до февраля 22-го года певец-шаман заработал с начала спецоперации как минимум 100 миллионов рублей. Только Иосиф Давыдович работает бесплатно. Наверное, многие из вас, как и я, помнят, каким липким страхом охватывало большинство советских юношей и их родителей в 80-е новости с войны в Афганистане. А россиян за последних полтора года погибло в десятки раз больше, чем за 10 лет тогда. Я понимаю, что ненависть к свободолюбивой Украине ослепляет миллионы путинистов. Но неужели не жалко своих соотечественников, которых Путин с Шойгу могилизируют в промышленных масштабах? Мы попытались разобраться. Мартин Крам. Чего ты ревешь, сестренка? Все по-своему убиваешься? Ну, сколько можно так? Уже два месяца как похоронка пришла. Он же сам виноват. Чего на войну поперся? Ты не обижайся, но кто, как не сестра, тебе это скажет? Может, она и к лучшему? Что это толкаш того? Он же тебя и детей колочил. Ты же компенсацию получила. Вон, машину купила, ипотеку взяла. Мне шубу подарила. Не понимаю тебя. Чего ревешь? Дура ты! Живой он оказался! Вон, сегодня вернулся! Так ты из-за этого? Он тебе что, первый раз венгал ставит? Дура, я не из-за этого! Отдавать теперь все? Да! Жубу снимай! Могилизация идет по плану не только в зоне СВО, но и в тылу. В Лукоиле скоропостижно приставился третий топ-менеджер за полтора года. Один вышел в окно, другой неудачно вышел из запоя. А у этого острая сердечная недостаточность. Возможно, рост цен на бензин впечатлил. Но, правда, и цены на российские авто продолжают удивлять потенциальных покупателей. Это Лада Гранта. Обычная российская машина. И стоит она 1 миллион 980 тысяч. Надеюсь, это номер телефона. А как дела в аграрном секторе? Сын секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева Дмитрий, по совместительству министр сельского хозяйства, доложил о ситуации почти с полей. В 25-м году планируем создание трех таких партнеров. Один уже начал работу в Белгородской области. Патрушева-младшего, по слухам, давно подсовывают Путину в качестве премьера. А это значит, случись что с ВВ и исполняющим президента станет сын могущественного силовика России. Путин, похоже, понимает, что в этом случае его здоровье может пошатнуться в любой момент. Такая перспектива ему не улыбается. А вот Патрушев на ферме, похоже, изрядно его позабавил. Дмитрий Николаевич, то, что вы с курятника с нами общаетесь, это здорово. Это оживляет нашу сегодняшнюю работу. Встречу с правительством, безусловно. Но что курятина так подорожала? Мясо птицы у нас с начала года выросло больше, чем на 27%. Вообще, удивленный Путин, это уже многолетний мем. Он год за годом удивляется то росту цен на жилье, то росту цен на бензин, а теперь вот на курятину. А у вечернего шпиля есть более полная версия этого совещания. Ну что ж, коллеги, давайте начнем наше совещание. Дмитрий Николаевич, пожалуйста. Владимир Владимирович, скажите, зачем вы послали меня сюда? Не слышу. Зачем вы послали меня к петухам? Ну вот опять, слышу только кудахтанье какой-то. Это какой-то намек? Дмитрий Николаевич, кукарекайте, говорите, пожалуйста, чуть громче. Может быть, у меня жены нет, но у меня шестеро детей. Не уверен, что слышу, но вижу, что с яйцами у вас, я так понимаю, все нормально, все в порядке, да? Я вообще не хотел заниматься сельским хозяйством. Ну вот, наконец, что-то расслышал. Так это же ваше семейное дело. Мой папа курирует спецслужбы. Но все его запомнили как эксперта агрария. Только он смог рассмотреть сахар в гексогене. А, вот вы о чем. Дмитрий Николаевич, вот смотрите, куры не летают, а цены на них взлетели. Нормальные цены, ну, если в магазин не ходить. Если россияне перестанут ходить в магазин, они захотят пойти на выборы. Тогда нужно увеличить производство лапши. Ну, это мы обсудим с министром информации. Так, про курей мы поговорили. Теперь, что у нас с мясом? Минуточку. Дмитрий Николаевич, спасибо. Про мясо нам доложит Сергей Потернеточ. Пресс-служба Кремля похвалилась, что на Аурусе Путина уже заменили шины на зимние. Вот именно, россияне, пора уже менять лысую резину. Слава Украине! Живе Беларусь! Алга, Казахстан! И это был «Вечерний шпиль» на Белсате. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова